Привет! Ну, давайте, вы представитесь, чтобы мои подписчики с вами познакомились, потому что у меня очень редко бывают совместные эфиры, но так как у нас удаленка, а мы уже столько с вами провели работы, которые не всем успели все показать, то давайте вы представитесь еще раз. Меня зовут Павел, я художник-ювелир. Светлана Модельяр, да. Да, со Светланой мы уже намерили много интересных моментов, очень интересные будут образы. Как видите, я сижу в своей футболочке. Футболочка 2005 года выпуска. Я в ней прошел уже все тренировки, я в ней плаваю в карибском бассейне. Ну, то есть я в ней тренируюсь, купаюсь, хожу, гуляю. В общем-то, не всем моя футболка нравится, поэтому, в общем, появились вы в моей жизни. И у нас должно быть что-то прямо очень крутое. Моим подписчикам прямо реально тут интересно, что мы будем вытворять, что мы будем делать. Потому что у меня, на самом деле, здесь будет даже юбка вполне возможна. И почему бы нет, шотландцев можно, но шпак не хуже. Шотландцы очень суровые парни. Поэтому будет кайфово. Кто-то мне пишет, что здесь реклама. Да, сейчас мы сделаем это все очень просто. Сейчас мы вот так вот нажимаем на кнопочку, и у вас не будет никакой желания и возможности смотреть рекламу. Мы будем общаться с друзьями, а вы на выход. Так, ну что, давай, кто первый? Так, тебя плохо видно, повыше. Ты падаешь. У меня телефон все время падает. Да, Саш, во-первых, хочу сказать, что рад знакомству с тобой. Очень здорово будет посотрудничать, сделать что-то интересное. И это будет, мне кажется, очень классный проект. У нас куча идей. И, ну, как бы, да, давай сначала об украшениях поговорим, да? Да, мы должны были приехать вообще к Паше уже. Мы должны были приехать к Паше, приехать в мастерскую, посмотреть все, создать 3D-проект интересный. А все задержалось гораздо дальше, чем мы думали. Поэтому давай вот просто постараемся нарисовать ту матрицу того, что должно быть. Смотри. Во-первых, украшения, да, то есть эскизы. То есть давай начнем, ну, как бы, знакомство с тобой, да? Вот. И этот конкурс, который ты провел, вот, ты выбрал и вместе с твоими подписчиками эскиз, который, как бы, да, тебя заинтриговал, который тебе очень понравился. Я очень рад, что тебе это реально понравилось. И то, что, ну, сразу пошла отдача, ты прямо, ну, как бы, ты написал мне очень приятные комментарии. То есть я попал реально. Хотя, опять же, да, ну, как бы, мы с тобой вообще не общались, да? То есть по сути. Ну, вот так вот получилось, что мы написали. У нас обратилось несколько интересных ребят. Мы начали смотреть, потом начали смотреть по эскизам. Твои эскизы прямо мы с Масей выбрали одновременно. У нас не так часто бывает. И вот так, собственно, мы с тобой с ним. Маска внизу готовит вкусняшку, как обычно. Макароны? Вкусняшку? Нет. А я не знаю, что она готовит. Чем-то она будет меня сейчас кормить. Потому что я вон, ты говоришь, возьми телефон в руки, а я не могу, у меня рука трясется. Я после спортзала, видишь, у меня какое изображение. Везет, везет. Я тоже скоро вернусь. Ну, собственно, возвращаемся к нашим историям. Вот, поэтому то, что так получилось, это, конечно, вообще идеальный вариант. Но удаленки, то, что тебе реально там из трех эскизов тебе понравился именно этот. И мы практически ничего с тобой не доделали. У меня есть уже еще дополнительные идеи, которые мы сейчас с тобой обсудим. Вот, и я тебе о них не говорил. То есть, мне кажется, будет прекрасно сейчас как бы с подписчиками тоже пообщаться, услышать их мнение. Давай. Давай. По-первых, это, ну, я видел, там подписчики писали по поводу материала, да? Ну, то есть, мы начнем с материалов, потом об идее и так далее. Нет, подожди. Идея, потом материалы. Идея. Идея дракона. Мне показалось... Ну, во-первых, я очень люблю дракона. У меня татуировка с драконом. То есть, для меня это... Я вижу в Китае. Мне очень все нравится культура. И я понял, что это, ну, твое, скажем так, мифическое животное, да? Из коллекции бестиарил, да? То есть, как бы, это твоя история. С детства самые мои любимые книги были книги как раз с фэнтези. И я обожал все темы, связанные с драконами, да? То есть, меня в фэнтези перечитано на огромное количество. Я почему так быстро читаю? Меня заставляли читать классику. Я должен был с тупица страны прочитать классики. Остальное время мог потратить на себя. Ну, так я еще, например, любил гулять. И все остальное, то читал я очень много, очень быстро. И у меня обычно выходила книжка за два дня, либо за день. И я перечитал практически всю. От наших братьев стругацких до, соответственно, всей американской, канадской и всех остальных фантастий, которые только могло быть. В фэнтези моя тема, и драконы тема, конечно, офигительно мифическая. Мне кажется, что когда-то они реально существовали. Мы их много где видим на изображениях древних художников, в скульптурах и на всем остальном. И поэтому в нас это...